Кисловодск Есть в местном курортном парке моя любимая достопримечательность – канатная дорога. Это самое что ни на есть типичная канатная дорога советского розлива с овальными вагончиками. В тот день я, как обычно, решил на ней прокатиться к вершине. Было немного туманно, но меня это не остановило. Я заплатил за проезд и пошел внутрь вагончика. Со мной ехало еще человек семь. Двери закрылись, и вагончик поехал. Из окна виднелись чудесные виды курортного парка. Вагончик на приличной скорости проносился мимо деревьев. Однако внезапно вагончик стал охватывать бело-молочный туман. Земля исчезла из виду, а мы продолжали двигаться. Неожиданно вагончик остановился. Ни я, ни кто-либо другой в вагончике не понимал, что происходит. Все стали пытаться увидеть Землю, но ее там не было видно. Неожиданно, сквозь туман показался свет. Что-то явно двигалось в нашем направлении. Меня сковал дикий ужас, а слабое сердце стало показывать себя. Свет становился все ярче и ярче. Никто не понимал, что происходит. Тут у меня загружилась голова и подскочило давление. И я упал. Немного размыто, но я видел их. Видел, как они забрали тех, кто в сознании. Почему они не тронули меня? Видимо, решили, что я уже при смерти. Я окончательно отключился. Уже придя в себя в больнице, я узнал, что являюсь единственным, кого удалось спасти из упавшего вагончика. Остальные погибли. Именно якобы обрыв троса и привел к трагедии. Но я знаю, что все было не так. Субтитры сделал DimaTorzok